Это программа «Зеркало» для героя сегодня. «Зеркало» смотрит солистка легендарной группы «Тату» Юлия Волкова. Юль, до рекламы мы говорили про головокружительный успех, про то, что вы вообще порвали всю международную музыкальную общественность своим появлением на мировой сцене. Это был головокружительный успех. Ты прожила эту жизнь, непростую жизнь, вот для ребёнка, который попал на самую высоту. Я хочу поговорить с твоим папой. Да, конечно. Пригласим, конечно. Олег Викторович Волков. Здрасте. Здрасте. Здрасте, папа. Никогда не видела, хотела всегда познакомиться. Здрасте. Папа. Давай поговорим. Скажите мне, пожалуйста, мы проговорили с Юлей, что всё-таки это был шок определённый. Я, если вы скажете нет, то я никогда не поверю, потому что для всех был шок. А как дома-то, Олег? То есть вы с женой со своей говорили, боже мой, куда же мы... Вот когда мы поехали на кастинг к Ване... Вы вместе поехали? Да. Всей семьёй или вдвоём вы поехали? Вдвоём. С тобой, мама, с тобой. Вдвоём мы поехали. Потому что я её везде возил, и когда она была в непоседах, я её возил на студии, ждал до трёх утра, до четырёх утра. То есть девочкой занимались родители? Да, да. То есть я везде с ней был. Я её отвёз, захожу, познакомился с Ваней. И так... Я ему говорю, Ваня, что ты придумал-то? Он говорит, как что, мировую группу создать? Я говорю, да ладно ты, не занимайся ты ерундой. И всё. Много заработали девчонки? Девчонки? Себе? Да. Ну, как сказать, на хлеб, наверное, заработали. Ну, то есть... Нет, вопрос не праздный, потому что, конечно, и легенды складывают, и по понятным причинам, да, но всё-таки мировой успех. Но всё-таки не может быть... Это реально? Это нереальный успех. Невероятный успех. Ну, у них только в одной Японии было продано дисков больше, чем Битлесс продал в Японии. Вот я об этом говорю. То есть, фактически, девчонки могли бы, в принципе, дальше вообще почивать на лаврах? Это всё не так, как все думают. Это всё очень сложно. А кому достались деньги? Этим занимаются не только Ваня занимался, да, этим же занимался фактически американские, мировые, все вот эти вот. И каждый, каждый за что-то платит, за что-то там платят, там платят, там платят, там платят. А потом всё это как бы, ну, как объяснили. А там, ну, кто же знает-то. Девочкам-то по 15 лет. Да в том-то и дело. Вот и всё. Девочки заработали. Девочки заработали. Да, вот давай послушаем Ваню. Он как раз на эту тему как-то очень вот по-другому всё рассказывал нам. Когда появилась квартира и машина, и стало достаточно денег, чтобы жить, я про них забыл. Мне даже самому понравилось. То есть, есть конец в пути, в пути за деньгами есть конец. Это здорово, это здорово. Какой длины этот путь у каждого, видимо, по-своему. Вот я рад, что я тут прошёл коротко. Я не боюсь опять зарабатывать таксистами. Шаповалов удивительный человек. Ощущение такое, что парень абсолютно срубил денег на сумасшедшем проекте. И фактически продав этих девчонок в это мировое сообщество людей, которые на этом делают деньги, все поимелись девчонок. И девчонок проэксплуатировали. И как бы выбросил их этот мир. Понимаете? Поэтому проект, он был ярким, но таким недолговечным, что на самом деле обидным. Он без развития оказался проект. То есть Ваня фактически карабас-барабас, куколками так поиграл. Может быть я ошибаюсь? Нет. Нет, ну это неправда. Ваня шёл с нами до последнего дня. И кстати, он нас никогда никуда не бросал. И без нас никуда ничего не делал. И не подписывал, и не отдавал. То есть вот так, чтобы он нас запустил. И вот давайте, вы идите работать, я здесь буду деньги сеть получать. Нет, такого никогда не было. У них же даже было предложение отказаться и подписать контракт даже с американцами. И они отказали. Сначала мы с нами, мы будем с нами до конца. А это что? А это куда вы едете? Это мы куда-то едем, это мы в Луны не смотрим, музыка играет, да. Ваша музыка? Нет, 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 там музыка по радио, вот Ваня, да. А у нас реалити-шоу, да. Ваня в ударе. Потом встал в такси, начал танцевать. Юль, он хороший, да, ты хочешь сказать? Он хороший, он хороший. Но без башни, как говорится. Но без башни. Но он с башни, но с такой... С которой шатается бесконечно. Да, у него все время верхушка как-то так вот отваливается где-то там. Да, да. Это он направо, ты налево. Хорошо. Лена Катина, можно нам послушать? Все время думаю о том, что будет дальше. Знаешь, я все время думаю, хочу быть миллиардером. Вот я тогда построю свой собственный детский дом, найму туда самых-самых хороших учителей. Ну, хорошо оплачиваю его, чтобы они как бы шли, чтобы было за что работать. Я понимаю, что придет тот момент, когда надо будет расплачиваться за то, что ты сделала в этой жизни. Я хочу как-то, не знаю, может быть, искупить свои грехи, что ли. То, чем я в данный момент занимаюсь, это действительно большой грех. Ты слышала, да? То есть Лена понимала, что это... Она сомневалась, она понимала, что это грех. Знаете, что странно? Если человек сомневался, зачем тогда быть в этой группе? Я думаю, что в любом случае сфера бизнеса любого, это в принципе грех. Там, где крутятся деньги, там, где куча людей, куча зависти, куча злости, это уже грех. Не, ну она конкретно имела в виду именно этот образ, который эксплуатировался. Что там говорить? Ну это было. Мы не будем в общем... Ну это же было. Понятно. Разные взгляды на эту ситуацию, да? Это повлияло на то, что вы все-таки разошлись по этой жизни? Да нет, я думаю, что тут дело не в образе, и мы не из-за этого, конечно, разошлись. А из-за чего, Юль? Скажи из первых уст, потому что много интерпретаций. Ну, во-первых, мы повзрослели обе. У нас у каждого появилось свои... А я вот так буду делать, а я вот так не буду. А я вот хочу, а я не хочу. У нас у каждой появились свои амбиции, свое видение на эту жизнь. На друзей, на сцену, на родителей, на... Вообще все. У нас у каждого просто абсолютно свое мнение на все. И стало очень сложно между собой договариваться, вообще внутри, в коллективе. Начались ссоры, начались непонимания. И я родила первого ребенка, мы еще работали. А вот уже когда я родила второго ребенка, как-то уже вообще все стало такое... Настолько чужое, столько было проблем между нами, таких недоговоренностей, что мне кажется, проще было уйти. И первое это сделала я. То есть я сама пришла, я сказала, что все, я ухожу, что у меня своя другая жизнь. Я родила тогда второго ребенка, вообще мне хотелось сейчас на какого-то спокойствия. Мне хотелось просто год-два, я устала от этих проблем бесконечных, споров, каких-то ссор, вот этого вообще, вот этого омута, всего, что со вторым ребенком, я думаю, господи, у меня уже двое детей, я хочу вообще дома побыть, как-то с ними погулять, поиграть. И я, собственно, приняла это решение, и я ушла. Я несколько лет была сама дома. Олег, а как вам кажется, почему разошлись они? Я думаю так, что у каждого проекта, в зависимости от стиля музыки и от стиля образа и всего остального, есть какое-то время. Я не буду называть одну из наших российских групп, которым уже там под 50, а они все прыгают, как мальчики. И, ну, это, ну, вы понимаете, ну, это все... Да, но можно было, наверное, если бы подумать, можно было бы по-другому как-то пойти. Все-таки, ну, надо менять. Я считаю, что они правильно сделали. У них оно рухнуло уже, все. Юля, стыдно стало? Нет. Вот дети твои смотрят, ты даешь, показываешь? Ну, что-то смотрят в интернете, планшеты же теперь у всех. От этого не скажут. Задают, почему? Это просто подружка. Задают вопрос, мам, вы так целовались, вы что, любили друг друга? А почему ты с девочкой целовалась? Да, задают. Подружка просто вот какой-то попробовала с девочкой целоваться. А как ты ей дальше объясняешь? Ну, вообще-то это не очень как бы правильно. Это образ, это работа. Ага. Это кино, это сказка. Мама, а девочки целуются, да, мама? Ну, а некоторые неправильные девочки целуются. Правильных девочек есть муж. Юлька, ты такая... Я хочу спросить, скажите мне, пожалуйста, жалко хоть кому-то, что проект закончился? Мне вот несколько жалко, что вот папа ее в такой жестокий мир отдал вот в столь юном возрасте. Вы ведь знали, вы отдавали отчет, да, вот, что это будет за проект? Я отвечу на этот вопрос, я отвечу на этот вопрос. Я как бы не в том плане, что я даже не брал себе в голову о том, что это будет такое, что... Ну, что будет плохо для меня. Да, что ей будет плохо для нее. Олег, а когда-то, в этот вот звездный момент, когда они набирали эту скорость, но вы разумный человек, вы же могли остановиться и сказать, боже мой, куда это дальше? Нет, нет, я считаю, что это она правильно сказала, что это кино, это игра, это все... Я вообще хочу сказать, но это надо было так верить, прости, что мы про тебя в третьем лице, так надо было верить в свою дочь? Конечно. В характер. А для чего тогда она моя дочь, если я в нее не верю? Понятно. Послушайте, я вообще хочу вам всем здесь в зале сказать огромное спасибо за то, что несмотря на дерзкий образ, на неправильный имидж, все равно есть вы, которые верят, которые понимают меня, которые чувствуют меня и которые знают, что помимо этого есть еще... Есть еще Юля, есть еще Юля. Ю-ли-я. О том, что такое Ю-ли-я, мы поговорим после рекламы.